Всему пизда, называется мечта долбоеба, это все что осталось от тормозов Ебой, я споттер на минималках, даже 20 лет не заслужил, ну кто так делает технику, ну это вообще не серьезно Ебой, ебой на связи с Ушеф Пора уже приводить в порядок свой автомобиль, пора, как бы не хотелось туда лезть, но приходится, периодически приходится Это крутая тачка, почти неубиваемая Суббару, но тоже она требует иногда внимания И сегодня я решил, что сделать, я решил свапнуть тормоза, лежат у меня закупленные еще год назад сладик, дисковые тормоза Ну, дефолтные, однопоршневые, лучше чем барабаны, которые у меня сейчас стоят Купил шланги сразу, сразу тормоза с тросами Болты бэушные взял длинные, потому что знаю, что с ними проблемы есть, цикки сают Хочу также всю подвеску заднюю обновить, вот в пакете куча саленблоков Передняя граната хрустит Имеется граната у нас Посмотрим заодно пыльники, если что, поменяем сразу пыльники Короче, работа дохуища И это еще не касались того, что у меня очередной разумная рулевая рейка накрылась медным тазом Сейчас общаюсь с чуваком с разборки, он мне новую должен прислать Ну, как новую, либо бэушную, но вроде как целую, да, нормальную Соответственно, как пришлет, так будем ставить Ну, а пока делаем то, что у нас есть Погнали Короче, хочу поднять всю жопу автомобиля, чтобы она была в доступе Вот, чтобы поменять сразу по обе стороны тормоза, свапнуть И чтобы также подвеску, я думаю, там понадобится болгарка серьезная Потому что никто, наверное, не лазил никогда в жизни Будем пробовать снимать рычаги Так, ну, надо начать с того, что открутить центральный ступик задних, да Для этого я очень уберу помощника своего Вот И он мне жмет на тормоз Далее нам понадобится установить противотката под колеса У меня для этого есть офигенные штучки Как я считаю, любой субарист обязан знать, что это такое Вот, субаристы, вы смотрите это видео Напишите, что это такое А ну хера вы узнаете, ну, бреда арбина Потому что если вы субарист реальный, да Ну, или хотя бы связано с этим очень тесно То вы должны знать, что это и откуда это Ставлю откаты Вот так вот Чтобы тачка не покатилась Еще два таких держака Зацепил Эти более блатные Мне их подарил Юрий Знает, что нужно в хозяйстве Так, ну и что, попробуем сейчас срывать гайки эти Наполнится длинный трубень И глава Какая-то, 30-я, что ли Центральный колфак снять С помощью, наверное, минусовой отверточки, да Открою маленькую тайну Видите состояние, какое-то гнилое Все там, да, ржало Я боюсь, как вы, честно говоря Потому что машина тоже, блядь, не в идеале Она вот, пиздецка начала гнить Но это все поправимое Главное, что конструкция целая, силовая Так, так, что как-то с этой ступицей Короче, я перебрал всю машину уже В принципе Уже по второму кругу пошло, да Почти все Я не менял только коробку Кардан не менял Остальное менял все Кроме левой задней ступицы Я ее никогда не менял Она мне никогда не шумела И я ее никогда не менял Никогда Соня лез И сейчас впервые, блядь, за... Не знаю, может, она родная вообще хер знает Впервые еще будут ее откручивать Не знаю, каково это будет Сложно ли 30-ая маловато Значит, 32-ая Вот 32-ая в самый раз Что-то не хочет, ни фига Как-то, как-то, надо смазать Неужели пьется пилить? Давай-ка попробую На той стороне открутить Контрет ступицу куда-то снимали Поэтому должно пойти полегче Ну, по идее Ну, наитие такое появилось Сейчас попробуем трубой Ебать, что это было? Неужели она открутилась? Да, детка, ёпта Да, нам это нравится Оставляете? Ебать, блядь Ну, что, если слапнуть одну сторону на диск А на другой оставить барабан Не надо так Называется «Мечта долбоеба» Колесо прикипело Что-то реально эта страна Какая-то, блин, вообще не убиваемая Соня лазильника в жизни не чувствует Вообще никогда Соня кто-то, блядь, не лазил Как говорит батька По моим ощущениям, блядь Здесь заклинило тормоза Ёпта, что за звуки такие страшные? Деван, обязательно, блядь, не вам очки защитные Без них пилить нельзя, ни в коем случае Так, что я планирую? Я планирую вот эту вот гайку, да? С одной стороны пильнуть С другой, возможно, третьей, четвертой Для того, чтобы она просто развалилась Оставив при этом живую резьбу Самого, скажем Самой гранаты, да? Попробуем Все-таки этот диск, ебаный, мне мешает Очень сильный, мне мешает Найк, попробую его сбить Ебой Что тут и бумага какая-то А, кусок колодки отвалился Короче, вот все, что осталось от тормозов, по сути Это все, что осталось от тормозов Всему пизда Ну что, продолжаем пилить Аккуратно уже Диск, конечно, четкий Modern Japan Ну что, попытаем удачу Надо еще под лужи попилиться В принципе, не так уж много осталось Если посмотреть Не знаю, видно ли тут На камеру Достаточно глубоко зашли Осталось немного Но есть старая Старая ненужная стамеска Попробуем ее Вонзить, скажем так Вот еще разширить И сломать грани О, вот она Первая грань Вторая грань Вот О чем я говорил Гайка просто рассыпалась Хватит гавкать Вот Но резьба Немножечко пострадала Интересно, как гайки могут заходить Ну, гайка вроде Отлично заходит И держится Поэтому будем считать Эксперимент успешным Так, ну что Теперь Прям пошла сложная Такая процедура Как я считаю Вот этот вот болт С этой стороны гайка Это все у нас Крепит Вот эти два рычага Такая отступится Плюс еще Этот нижний Довольно массивный Кулак такой Сейчас включить надо Вот эту вот гайку Вот эти вещи И вот тут еще гайку Не видно Снизу Сейчас попробую Продемонстрировать Вот она гайка Вот за тросом Прям сразу Вторая гайка Нет Вот эта гайка Красс С тросом Она расклеит Большой этот болт Длиннющий Проходит через всю ступицу Потом У вас нет Два болта Со стойки Вот эти Оцени Тормозную Трубку Аккуратно Попробовать Надеюсь Не ушатая Ну если что Так же Благарочка Попилить Можно аккуратно Не повредив грани Вот Ну и все Собственно Потом будем Снимать ступицу Саму Как бы Граната у нас Освобождена И это хорошо Уж ну По звуку Было так Как будто бы Пошло Блять Нихуя себе Е-бой Болтик довольно таки Точнее гайка Довольно таки целая Ну что Теперь как-то Этого болтика Надо выбить Я знаю Есть такая шайба Металлическая Там запрессованная И все Пиздец Как На красоту Болт прикипел Думаю Попробую Расшевелить Его с помощью Трубы Хотя Посмотреть Каком Он вообще Состояние В плане Закисания Ну что Пробую С магической Трубой Осуществить Действие Не-не-не Не-не-не Не вариант Намерто Закис Просто Намерто Закис Вон И все Что с этим Делать Попробую Вон Трус Оторвался Если что Если что Трус Очень качественный Кстати Идет Смотрите Трус Классный Всего 20 лет Он Даже 20 лет Он служил Ну Кто-то Так Делает Технику Это Серьезно Да Уж Сложно Ладно Всего Ранее Идет Магомед Значит Мы его Пока Отпустим Я Какой Другой Неужели Болгарка Все Придется Пилить Ну Плезав Не Хотелось Кварварту Прибегать К Откровенному Раз Два Три Бл*** Мимо Раз Два Три Вот Это Он Пришелся Хорошо Раз Два Три Опять Улетел Ту Сторон Неужели Опять Полгаркой Ну Давай Действу Я Не знаю Так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока я долго не вижу от этого никакого ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Вдруг он как-то поможет по сбору. Блядь, смог. Смог вынуть, вот он упал. И видно сразу состояли из самого блока. Вот он болтается, рычаг. Значит ему пизда. Под замену. Так, окей, одним меньше. Так, ну уже конструкция. Приобретаешь адкость, это хорошо. Но доступ чуть-чуть появился, кстати, здесь, да? Нужно попробовать пильнуть. Также снизу данный сайлент блок. Это место здесь поменьше, чем... С той стороны, с другой. Поэтому не знаю, как это будет выглядеть. Данное пиление, скажем так. Не просто, не просто будет это явно. Стойками я подвела пиздец. Как так можно было подвести? Я не знаю даже. Это же пиздец, но это болт. Это обычная гайка с болтом. Можно так не открутиться. Я не представляю. О, сука. Продолжение следует... Может гайка повернется, все-таки нагрев такой был серьезный. Рычага даже нет. Волк как бы закончился, надо его чуть выпить в ту сторону, а когда он будет держать, вот эту пильку отпилить чуть-чуть. Я решаю попробовать отпилить целиком ее. Просто заебал не могу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что там, держится, честно, не понял. Надо кувалду, не лоточку. Все готово. Ну что, граната вынется, нет? Должна. На честном слое держится. Должна сейчас на планете сужу, наконец. Сволочки. Вот она шаталась. Наконец-то, сука. Вот это дерьмо. Вонючее, называемое тормозами. Ну что, маленькая победа есть. Дальше. Осталось. Снять полностью два рычага. Там болты тоже, скорее всего. Вот это сейчас там болт, возможно, открутится. Вот и все. Вот это давно кусок. Шел, хуй помни, какой день уже этого мытарства. Вот он, сучка. Просто намерто прикипевший внутри болт. Так и не удалось вынуть, чем бы я не пытался. Ни грелкой, ни горелкой. Ни чем вообще. Отрезал. Такое варварство, как и получилось. Ну, этот болт длинный. Тоже тут закислен намертво. Оступица не снималась. Как минимум 8 лет. С тех пор, как я купил машину, эта ступица никогда не снималась. Левая. Поэтому я с нее начал. Самое сложное для меня. Это левая ступица. Почему это не гудит у меня, представляете? Спустя 8 лет. И более... Сколько? Почти 20000 пробегов за это время совершил. Так, остался трюк снять. Но я думаю, над ним все будет нормально, я надеюсь. Вот эти два рычага осталось. Сейчас будем провод откручивать. Надо будет снять привод, поменять пыльник, набить его смазкой. Вот, собственно, как-то так. Пробуем, как говорится. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Похоже не следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 있는데요 solve... На какой-то момент стоит Уже разобран привод на части Здесь былушный пыльник есть, который я помыл, почистил от грязи, от старой смазки Есть новая смазка Сейчас будем обратно собирать это все добро Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот она, совершенно замечательная ступица Контрактная, без пробега по РФ Так что я, наверное, не установлю сейчас ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Аккуратненько пилим, делаем ровный срез болгаркой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разумеется, это делать надо в маске Больше я вот раз в жизни попробовал и больше никогда А, то есть первый раз водку пил? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На всякий случай в голове Так, и вот этот вот срез делаем более ровным Точим его Точим его Точим его Точим его Точим его Точим его Учился такой плюс-минус, достаточно ровный Убираем все излишки металла, которые здесь есть Заусенцы все это убираем Можно напильничком поработать, можно наждачкой поработать Кому чем нравится Я просто щеточкой поработал У меня этот срез довольно ровный получился Идеальный, я бы сказал Поточенный Надеваем штуцер Новенький, либо старый, свой, неважно Вот он наделся, чуть-чуть торчит Это нормально так и должно быть Можно так и изоляцию чуть-чуть вниз оттянуть Или подрезать Давайте, пожалуй, у него трубка с изоляцией Подрезаю чуть-чуть изоляцию Так вот Сниму я Вот, чтобы было поудобнее для маневра Надеваю новую штуцер Что дальше мы делаем? Кто-то использует гвоздь Кто-то использует старый электрод Я считаю, что эти вещи очень острые И я беру такие вот Как сказать Не пускогубцы Это Ну, короче, такая тема Пускогубцы Вот сейчас утро, я не могу вспомнить Вот такие пускогубцы С вот такими вот губками, да Заточенные на конца И они гладкие снаружи Вот эту гладкую часть Я буду сейчас разорвать Вот так вот вставляю Вставляю И Вот вставляю Упираюсь вот так На излом И вращаю И так вот по кругу И вращаю Как бы наружу ее, да Изгибаю получается И вращаю И вращаю И трубку тоже вращаю Параллельно Вот так вот Как вы видите Уже получается Небольшой такой вальс Ну, по идее Вот я подравниваю Где я вижу Что не идеально Разорвивалась Все, готово Вот такая кучка Квальцовочка Очень аккуратная Так как у вас В трубке Где вы будете вкручивать Там идет Конусовидное основание Она в него входит И прижимается Так замечательно Как ты развальцована С помощью цвета инструмента Что даже лучше Потому что На работах Энмейт Ценится И у меня уже Получилось соединение У меня трубка Сломалась Как раз таки Разорвивала По этому методу Вкрутил Смазал медную смазку Чтобы она больше Не пристывала Вкрутил Уже испытал Прокачал тормоза И ничего Все супер Сухо Ничего не течет Ничего не Сочится Соответственно Метод рабочий Если у вас Сломалась топливная Либо тормозная Трубка Можете смело Данным методом Пользоваться Или у вас Если вышла Из строя Топливная рампа Топливная магистраль Точнее Или тормозная магистраль Можете смело Покупать универсальную Трубку Такую Вазовскую В матках Делать По аналогии Проводить Новую трассу И Вальцевать Все Нужные вам Компоненты Самостоятельно Ничего сложного Нету И все Супер Метод надежно Главное быть аккуратным Субтитры сделал DimaTorzok Дисклеймер 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 Снова Снова Начинаем Мы Точнее Продолжаем Свап тормозов Уже пятый день Но Понимайте Что я два часа в день Уделяю Потому что Остальное время Работают Для тех умников Которые напишут Комментарии Что делают За сутки Как нехуй делать Ну Если тут Десять лет Ничего не снималось То я посмотрю Как вы будете делать Конечно Интересно Короче Я собрал Субтитры Уцелевших Болтов Чтобы вы понимали Вот эти болты Я все заказал Новые На 3,5 тысячи Соответственно То что уцелело Я оставлю И потом При получении Сравню И просто Отменю заказ Потому что Каждый болт Стоит Средним По 150 рублей Раз Два Три Четыре Пять Болтов Это 750 Каждая гайка Стоит Средним По 70 рублей Раз Два Три Четыре Пять Пять Гайки По 70 рублей Пять На 7 350 Вот Это Раз Это Два Соответственно Вот эти Гайки Эксцентрические Стоят Тоже Гайки По 70 Раз Два Три Четыре Второй Болт Не уцелел Такой Это Еще 280 Рублей Итого Касар 300 Примерно Получается Соответственно Я эти деньги Верну Потому что За такие Деньги Болты Покупать Я Тупо Необходимо Если Думал Всем Хана Казалось Часть Болтов Уцелела Так Что У нас Имеется Дальше Покажу Как Устроен Развал Оси И как Делать На задней Оси Субару То есть Рычаг С этой Стороны Он Ни На что Не влияет Он Абсолютно Статичный Рычаг С этой Стороны Влияет На Крас Так На И С помощью С него Делать Развал Как Это Делается Сейчас Я Подемонстрирую То есть У нас Есть Болт Болт После Что Сам Утолщенный То есть Туда Он Не Войдет Войдет Только Сюда И В этот Рычаг И В этот Саленблок И И Бут Саленблоки И Запрессовки У них Разные Внутренний Диаметр Вот Он Болт Эксцентрическая Гайка На нем Не думайте Она не встроена Она просто пристыла И не стал ее сцеплять Там Такие Вот Пазы Круглые Сделаны С одной И С другой Сторон Соответственно В этот Круглый Паз Вставляется Болт Гайкой Вот Таким Образом И Вращается Развальчик В одну Сторон И В другую Как вы Видите Болт Меняется В положение При вращении В одну Сторон Он уходит Дальше В другую Он приходит Ближе Соответственно Там Гайка Кстати Шайба С одной Стороны Также Вращается Вместе С Болт Потому Что Тут Есть Такие Пазы Пазы Которые Насадятся Плохо Видно Ну что Опраз Найти Скоттером Идет Самолет На посадку Тут Рядом Аэропорт Буквально Несколько Километрах Так Ну Не об этом Вот он Был То есть Получается Эта гайка Вот она Тоже Здесь идет И потом Когда Развал Сделал Развальщик Шайба И Контриться Это все Гаечкой Таким образом Это Осуществлено Здесь Собственно Говоря Итак Ну а сейчас Мы будем Ставить С обратной Стороной Ступицу Поставим Присоединим Томозной Шванг Вот И Прикрутим На Изичах Гранатку Томозной 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 Несмотря Что не Похожи Они Разные Сейчас Будем Выяснять Разницу Болт Крепления Сверху Вот Верхний Болт В одной Части Он Более Тонкий А вот Эксцентриковый Болт У нас Сходит Тоже Сюда Он Тоже Толстый Такой Толстый Более Толстый Соответственно У нас Есть Соленблоки Двух Видов Соответствием Поменьше Соответствием Побольше Соответственно Так как У нас Нижний Болт Толстый Йод То В этот Соленблок И в этот Соленблок На Нижнюю Часть Надо Нам Прессовать Соленблок Широким Отверстием Как нам Выпрессовать Старый Интересный Очень Вопрос Я Думаю Что Сжечь Развести Костер Опустить Каждую Головку По очереди Резина Загорит Соленблок Выдет Потом Зачистим Снутри Внутри Все Почистим И будем Уже Впрессовывать Я думаю Так Я думаю Можно Барбикю Наши Добавить Блюда Загорит Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok